Когда я только собиралась в Иран, на самом деле у меня у самой было очень мало иллюзий по поводу этой страны. Я знала про Иран достаточно много, но в то же время мне казалось, что Иран это такая страна-сказка, страна-загадка, очень закрытая, страна, про которую очень мало что известно среднему. Жителю нашей страны, вместе с тем мои друзья и знакомые, когда они слышали о моем путешествии в Иран, о том, что я еду абсолютно одна, у меня там нет ни друзей, ни знакомых, они делали очень изумленное лицо и говорили, Иран, Иран, ты правда поедешь в Иран? Когда я сказала моей маме, что я еду в Иран, что я еду одна, она сказала, Иран, нет, ты не поедешь туда, я тебя никогда не отпущу. Но спустя какое-то время она смирилась, но не переставала бояться, что в Иране со мной произойдет что-то ужасное, что я туда не вернусь, что меня там похитят, украдут, взорвут и так далее. Хотя я ей объясняла, что Иран не такая страна, где со мной может произойти самые ужасные вещи на земле. Но она не перестала бояться вплоть до момента, когда я приземлилась в аэропорту Шереметьево в Москве, уже прилетев обратно. Как ни странно, мой папа стоически воспринял эту мысль. У меня не было ни страхов, ни ощущения, что я могу попасть в какую-то беду, хотя я не так часто путешествую. И пока я рассказывала людям о своей предстоящей поездке, естественно, я услышала очень много фактов, которые являются просто стереотипами и заблуждениями. Например, многие уверены, что Иран это арабская страна, что иранцы это арабы. Но мне приходилось им объяснять, что это совершенно разные народы, совершенно разные языки, хотя и объединенные там общие религии. Кроме того, там всех пугало, что Иран это исламская страна, исламская республика, и что там женщина не может просто так выйти, просто так гулять по улице, что нужно запутываться во все черное, спрятать лицо и так далее. На самом деле Иран страна очень открытая, дружелюбная, очень толерантная, и понятно, что легенда о том, что иранская женщина должна прятать лицо, это просто стереотип, который перенесен, я думаю, людьми из некоторых арабских стран. Иранские женщины не должны закрывать лицо. Они могут носить чудо, но это не обязательно, и турист в Иране может просто носить платок. Меня не пытались украсть, никто ко мне не приставал, никто меня не оскорблял. Я чувствовала себя в безопасности, мне больше всего понравились люди, ну и конечно, все, что я видела на улицах, архитектура Ирана, которая просто не подается описанию, особенно их манера украшать интерьеры зеркалами, зеркальными мозаиками. Это то, что уникально, то, что есть, я думаю, только в Иране, и не подается никакому описанию. Я очень надеюсь, что я еще раз поеду в Иран. Добро пожаловать в Иран! Субтитры подогнал «Симон»!